Здравствуйте! Так как экспертно-аналитический клуб у нас теперь на несколько городов, из-за того, что мы используем Zoom, то приветствую всех из спокойного и безопасного Минска. Приветствую, на очередной встрече экспертно-аналитического клуба. И сегодня мы будем обсуждать наблюдения. Я кратко напомню про правила нашего мероприятия. Значит, во-первых, мы ведем запись мероприятия, и мы планируем выложить запись на YouTube. Но, однако, у нас правило ChetM House Rule, которое у нас всегда было, никуда не делось. И если вы хотите сказать что-то, что вы не хотите, чтобы попало в запись, или какую-то фразу, которую вы не хотите, чтобы цитировалась с вашим именем, пожалуйста, предупредите нас до того, как вы начнете такую фразу говорить. Я поставлю на паузу запись, и все гости нашего клуба будут знать, что с вашим именем цитировать эту фразу нельзя. Я прошу также на первых порах все, кто не является спикерами на нашем мероприятии, основными спикерами, я прошу выключить микрофоны, пока вот у нас будет такой раунд, где покупать будут спикеры. Дальше у нас все как обычно будет дискуссия, и любой гость клуба сможет задать вопрос, сказать какую-то реплику и так далее. И я передаю слово Вадиму Можейко. Спасибо, Антон. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Вадим Можейко, я аналитик Белорусского института стратегических исследований, и буду модерировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Не буду скрывать, что тему для обсуждения наблюдения за выборами мы задумали, конечно, давно, мы понимали, что эта тема будет актуальна, но, конечно, как говорится, даже не предполагали, насколько актуальна. Потому что, конечно, наблюдение за президентскими выборами в 2020 году словно отличается от всех предыдущих компаний наблюдения. Кажется, впервые выборы в Беларуси такие пройдут без международных наблюдателей, ну, как минимум, без наблюдателей ОБСЕ. Ну и, в принципе, как мы видели, исходя из последних заявлений Центра избиркома, есть вероятность, что они пройдут, возможно, и практически без внутренних независимых наблюдателей. И это, конечно, любые наблюдения делает, ну, как минимум, очень сложными, а как максимум очень интересными. Поэтому сегодня у нас здесь мы очень рады, что присутствуют представители всех основных компаний наблюдения за выборами. Поэтому я рад представить наших сегодняшних спикеров. Это Владимир Лобкович, координатор компании «Правооборонцы за свободные выборы». Привет, Аня. Добрый день. Это, соответственно, тезка, так само, Уладь. Уладь Сташкевич, который представляет сообщество «Честные люди». и привет, Аня, Уладь. Уладь, калиласка, уключите ваш микрофон, потому что... Да, да, ладно, привет, Аня. Привет, Аня. Олеся Лков, координатор компании «Право выбора». Приветствую. Добрый день, друзья. И Татьяна Короткевич, координатор компании «Назирани Бай», соответственно, по наблюдению от «Говори правду». Татьяна, приветствую. Всем добрый день. И сегодня я предлагаю пока, по крайней мере, начинать наше обсуждение в таком порядке. И давайте, наверное, начнем с самого первого вопроса, который, конечно, напрашивается. Как вообще вот в таких условиях, которые, ну, наверное, не побоюсь сказать, рекордно сложные, как вообще вы планируете обеспечить эффективность деятельности ваших компаний? И каким образом вообще в таких условиях обеспечить эффективное национальное наблюдение за выборами? Ну, если, конечно, такое наблюдение, в принципе, возможно. Соответственно, я предлагаю с Владимира Лубковича и начать. Добрый день, еще раз, шановные коллеги, удельники нашей сегодняшней дискуссии, ты, кто будет ее глядеть потом. На жаль, нам придется працовать в таком режиме онлайн, и я, калече, разога, сейчас эта компания уже так стойнулся разговаривать со своим телефоном, и вельми не хапая махчемости разговаривать с живыми людьми. Да, так само вещь сейчас, калече, не хапая. Мы все чекаем, калече, все скончится, и пошло с экспертной клубой, калече мы разом побачиваемся за келяхом. Да, запрашайся, буду вельми рады просто на год побачить кожного из вас живьем. Але вертаюшись до такого питания, якое Вадим нам задал, саправды трэба значить, что гэта выбары вельми беспрецедентные, а наша компания уже денежная 2008 года, и нам есть чем правновать. И настолько брудной, тяжкой компании не было николи. Непрыезд на зиральников дипча боесея, это, конечно же, безумовна вина беларуских уладов. Калі у нас будзе прага такаворка, я могу навык распавесці, чамы, як это все отбылось, но это безумовна вина беларуских уладов, яны это загадзе плановали, яны не выконали навык базовых умов, який яны выконывали раней, и таму яны сну зробили все для того, как миссия не праехала. Та же, як яны зараз робят все, на узровні Министерства замежных справ, фактично сабатуюча аккредитацию международных журналистов в Беларусь на час выборов. Але тое, што отбылось пасля, калі была внесена змена в постанову Центральной выборчы комиссии, яка фактично, ну, скажем так, забараніла і заробіла немагчыма узровінь на зіраннях, это, конечно, вогле на зіраннях, на выборчых участках, это топ-3, топ-5, обмежавання яно безумовна незаконна, яно суперечність Конституцій і на опрос, парушая выборчы кодекс, і таму, конечно, скажем, і моя реакція нашы компані, я пераканану, што і реакція всіх сёнішніх спікерів, які представляють партнэрскі компані паназіранню, будзе така ж самая на гэту пастанову, гэта безумовна спецоперация, і нам абсолютно пярэчы законодавства, што раз это подкресу, і скажем так, што, калі раней улады, асаблёвчас выборчы компані, спробувалі біць такай ліхаліцкай аутократы, тубок у нас фармальна любые дзеяні спробувалас падад нас пад норму там права, то зараз мы бачим, што ад гэтава принцяба такай ліхаліцкай аутократы і улады доходзіць, і ми маєм такіну полну вже біспридзел. Што мы збіраєм сравдіць? Ми зараз аккредитовувам сіх нашых наферальнікав, а я хачу сказати, што гэта не бувалая колькість волонтеру, і ми маєм вельмі ўдячны. Основным гэта маладыя людзі, які далучилися до нашай кампані. Ми, правда, в хорошім сенсі слова, білі даг гэта вне падріхтаваны, тому што мы не уявлялі, што гэта так шмат, але, спадюць, што мы справімся, мы зараз проводзім аккредитацю наших сіх наферальнікав, і мы будзім спробуваць памакчымасці, капя, ну, што гэна пэлны этапы выборчай кампані патрапіли. У нас єсть нікаркі чоловік, які пакульшто пакульшто з'являються на сьогоднішній момент, будуть мати можчімость за некоторими етапами, от імліку нікаркі чоловік під ліком голосом назіраць, але їх, правда, становиться менші, тому що потім комісії опамятуються, і перерабляють уже поході, і кажуть, що ви нас неправильно зразуміли, і не пускають. Хочу сказати, що, звичайно, 99,9% наших назіранників не будуть мати можчімості, такої нелегальної можчімості назіраць. І це, звичайно, уличчуючі, що ми компанія незалежного назіраць, ми не представляємо ніякі політичні штаби, не представляємо нікого з... нас нема сябро партий, ми не представляємо політичні партий, політичні суб'єкті. Для нас вельми важливий цей принцип нон-партизан заховуваць, не політичний. І наша методологія, вельми близько до методології АБСЕ, тому ми не зможем, конечна, в цей системі, коли ми не будем меть правильна репрезентативна розстановка наших назіранників по выборчих участках, ми не зможем казаць об тим, яким і як відбувалися п'євна етапи галасавання в Беларусі, але сам недопуск назіранників, я він абсолютно грубо парушає міжнародні стандарты, які Беларусі качалеца бісье на сібя узіла, і, в принципі, качалеца, і таму, скажімо, наші оцінки будуть крайні нігатывні, а мы ўжове введаємо об тим, що шмат, які міжнародні інституції, які зараз булі адсвечіна від махчімося назіраць за вибарами в Беларусі, будуть абґрунтовы сваі вывады нашымі, сваі вэсновы нашымі вэсновамі. Мы будзем спрабаваць назіраць онлайн, ну, не онлайн прабачці, назіраць знішні ля вибарчых участку заявкай, на колькі гэта отрымаець, ну, таксамаг гэта все, так, як мы вельмі моцна звязанай нашай метадалогіей і не палітичне назірання, мы не можам робіт нікі палітичне заходы, то і палітичне переформатавання гэта кампанія назірання, то ми, канешна, гэта все будзе таксам гэльмі обніжаванна на конд ялкі. Але, ну, на дадзіна момант, ми таксамага провозім кампанію абскаржження в кожному выбарчым участку, які не допускають наших надіраць, ми провозім кампанію абскаржження, спадзіюся, то, що там більш тисячі скаргав, як мінімум більш тисячі скаргав, ми пададзім у территоріальна выварча комісія на недопуск надзіраўніка. Ну, тут яшча трэба значыць, то, што саправды, мы і в контакці з нашими партнэрами вельмі цяжка зараз в сатуацію, калі адсутнішого правовы і механізму бэ радзьбы сваіх правоў, вельмі цяжка некім чынам пераформатаваць надзіраўніка, пэ яно засталося на узровні мэнулах выбарчых кампанію. Дзякую і саправды за такі агляд гэтых тяжкасцяў, ну, я б тэдэ хаціў пэлна, каб пратягнула наступныў ладзь, бо, здаецца, таксама, калі мэш мэй дэга дэга казалі пра такія чисто негатывныў спеціфіку гэдэй кампаніі, то, з нашыў боку, саправды, канешні, зараз можна праводзіць розныя анлайновыя, електронныя выкараставаць сродкі, і я ваўсь, якраз, колькі дзен таму ў Фейсбуку чытаў пра тоя, як праходзіў альтернаціўны падлік, неця там, ў цыцин 90-х, ці на пачатку двухсыцяшнах, два згад таму, як там, і як был спраў адзін кампутр, пераслаць дадзіна по факсу, ну, і так далей, тоя, што сёдня, канешні, так неактуальна, і якраз ёсць новая марчымасця. Тому лад, тэд, пэвна, хцел запытаць цябе, бэдамы якраз, ты на там карастаеціся, наколькі вы ў гэтых умовах гатоваць до такой працы, і наколькі вы ілічыця, атрымаецца ўсё ж таки прамесці ў некім цэнці на зіраннях? Да, добры дзені, шэраз ўсім, спачатку, напэвна, трошку скажу пару слову пра нашу кампанію на зірання ад супольнацці сумленныя людзі. Перш за ўсё, сумленныя людзі гэта шырэй, чым талкі на зірання, на зірання гэта талкі адзін з нашых на прамку дзейнаці. Як вы можыці ведыць, мы стварылі таку інфраструктуру, дзе ёсць другія праекцы таксама, ў тым ліку зубры, гэта нашы партнэры, Голас, сістэма альтернатыўнага анлайн галасавання, схудка ў займадапамога, літеры закону, там дзе таквай напрамак, калі людзі чытаюць артыкулы констыдуцыі і распрастаняець сацятках. Тобяш, гэта цэлай шэрах праектов, і адзін з іх, канешня, адзін з наибаўш великих, гэта кампанія на зірання. Мэтая я была працягнуць людзей, які не былі рані палітазаваны, які новы, скарам так, людзі, таму што класічна ў нас, як я парадзіў такі невеке даследування, што паколькаці на зіраннікаў, наприклад, ў 2015 годзі ў нас було каля двух тысіч незалежных ці парадемократычных на зіраннікаў. Тобяш, гэта, канешні, вельмі малая, на 5800 ўчасткаў, і таму, каля я далыжався до гэты супольнасці, місяцца паутары таму, я прышоў с такім пасылам, што даваеце, даваеце, скорыстаўся, тое, што ў зраўне палітазаванысті ў гармастіў вырас, і набярем 100 тысіч на зіраннікаў. Гэта була одна з такіх метаў, каб просто збаспершай такі шырокі гармацкі контроль, і каб створыць просто невыноснамі умовы для фальсіфікацій. І на гэтый момент я могу скай, што мы маем ўже каля 10 тысіч на зіраннікаў, які зарегістраваліся праз нашай сістэмы, праз ONCE People Buy платформу, і праз Сябровскую партнерскую платформу Зубар, это я ше каля 2 тысіч на зіранніку, то беш ўже гэта шэсть разоў болі, чым калі неабыць было ў Беларусі. І, канешні, гэта працягнула за сабаў тая наступства, што ЦВК адмежавала колькаць. Гэта, прінспы, был адносна чакаемая крок ад іх. Зіх боку. Ну, тым не мянш, мы ў сіх нашых, гэта можна скаў, што гэта дэматэзывала шмат людзей ў перші дзеннік, пасля гэта гэта га обвешэня, але мы даволі худка стали рабіць мэсэджы, што людзі, нам цэпер ішэ бальш патрэбны на зіраннікі, цэпер па факці кожны выбаршык на зіраннік, перші гэта гэта ішэ. Рэгээстрюйцэся, што гэта ласка, мэ будзім выкаставуаць ўсе умовы. Мы будзім праходзіць акредэдацэй, які ўсэ штакі можна праходзіць. Мэ будзім стээць ў шарззе, чэкаць выкантных мэсцэв, калі нас не будуць дэпускаць. І ў шарззе, пабыч ше з участками май будзім лічыць явку, лічыць бэлэя бранзалет, Потом будем ходить в урны для андонного голосования, чтобы выкористовывать все возможности, которые будут. В этом случае мы различаем на то, что наши зрители будут все-таки периодически траплять на вакантное место, потому что, сколько бы не было административного ресурса в Уладе, то обеспечить 30 000 зрителей на основный день и примерно 20 000 на 17 300 на день до терминого голосования. Это не так просто. Административный ресурс, совмещенный человеческим фактором, мы уже слышали, как они проводятся эти тренинги, и как они планируют использовать одного отказанного зрительщика из полкома, а вместо других должны быть блокноты, осадки. Но, по факте, наши зрители, когда будут видеть, что место вакантное, они будут просто просить комиссию пропустить на это место, и когда комиссия будет отмываться, то будут писать скажи в территориальной комиссии, в прокуратуру, то бишь, выкористовывать все механики для того, как по максимуму траплять. И когда не могут траплять на участки, тогда лечить базовыми участками то, что можно лечить. Вот. Мы подрабатывали довольно добрый курс, эдукационный. Вот я два три дня занимался, и много кто из наших зрителей, уже около полторы тысячи прошло его. Он довольно комплексный. Десять часов на три, с видеоматериалами, с текстами, с тестами. То бишь, много кто из наших зрителей доброподрактованный. Ну, это, напевно, основное, что хотел сказать. Дякую, Влад. Потом протягнем. Я бы тогда хотел, наверное, с той же темой подложиться уже по списку к Олесе Силкову. Это тоже далеко не первая кампания для права выбора. Исходя из того, что уже сказали коллеги, как право выбора готовится вообще реагировать на такое поведение властей, насколько это было ожидаемо, и насколько есть понимание, насколько вообще в таких условиях можно провести наблюдение, потому что уже мы все время, мы что-то истилы и харибды, когда, с одной стороны, как правильно Влад сказал, демотивируют, если говорить, что ничего делать нельзя. А, с другой стороны, когда нет возможности, по-моему, правильно наблюдать, то сложно говорить о результатах. Как с этим быть нам? Ну, знаете, я оказался очень плохой, наверное, политолог, так что, если бы пять месяцев, я почему-то назад думал, что это будет самая скучная выбора. Вот почему-то у меня было такое ощущение, когда не удалось праймерис. Я думал, мы получим такое спокойное, тихие выборы с предсказуемым результатом. Но пандемия, появление новых кандидатов, активность людей сделала такое, что у меня что-то уже все перевернулось. Вы знаете, я лично, вот мое мнение как-то было так, что выборы, вот мы столкнулись с две действительности. Власти проводят спецоперацию 74%, я думаю, 74%, потом мы можем сами записать, сколько же напишут в день выборов 9 августа. А мы, новые люди, изучили, что такое выборы, что такое наблюдение и начали работать законными методами. И власть начала понимать, где возникают ее основные проблемы. На прошлых выборах было такое известнейшее выражение, надо, как я сказал, самая опасная профессия в Республике Беларусь стала независимый наблюдатель. И власть это поняла, она поняла, где опасность. И вот этот декрет номер 115, как я всегда говорю, мне эта шутка понравилась. Наша власть не только победила пандемию, она взяла ее в плен и выпускает, когда ее нужно. Вот этот указ 3, 5, это называется спецоперация, давайте мы не пропустим никого. Какой плюс от этой компании, я вам честно хочу сказать. Я никогда не думал, что компания «Право выбора» может подготовить 700 наблюдателей. А я напоминаю, компания «Право выбора» на участок отправляет подготовленных наблюдателей, которые прошел тренинг через Zoom онлайн. Я думаю, что мы провели, все-таки доказали, что мы IT-страна. Мы подготовили этих людей, мы направляем участок. После этого сейчас я уверен, что мы, наверное, соглашусь где-то с Владимиром Лобковичем, мы начинаем переходить на войну с жалоб, как мы называем. Мы приходим на участок, мы аккредитовываемся на участки, мы приходим на участок 4 августа. Если мы не попадаем на участок, мы пишем жалобу. Большая часть наших наблюдателей остаются возле участка и говорят, что это наше конституционное право, и мы будем пытаться наблюдать для того, чтобы показать, какая явка на застройку. День выборов точно такие же у нас как-то будут действия. Но я вам хочу сказать, мы пока право выбора очень крепко относится к некоторым вещам, это к цифрам и фактам. Значит, если вы были на участке, подали жалобу, значит, вы были на участке. Если мы взяли какие нужны цифры, значит, мы были на этом участке и собрали. И третье самое главное, мы предложили, что будем очень серьезно беречь своих людей, беречь своих наблюдателей. Если мы видим конфликтную ситуацию, а мы сейчас не уверены в хорошей адекватности власти, то мы будем считать, что если у вас есть какая-то определенная угроза вашей свободы, что мы должны или уходить с участка, особенно это будет касаться досрочно. В день выборов я еще не знаю, какие сюрпризы предоставит наша власть. И следующее с нашими международными друзьями. Знаете, вот мы разговариваем, проводим много встреч с нашими международными друзьями, уже вообще никто ничего не понимает. У них единственный вопрос, понимаете, я добавлю, берегите себя. Вот каждый раз у них берегите себя, а вначале что же у вас там творится. Но компания права выбора, все-таки я считаю, что мы считаем нас большим успехом. Я напоминаю, что у нас 8 политических партий и организаций, что мы после этих неудачных наших проведенного праймериса, надеюсь, мы это когда-то признаем свою ошибку, мы сумели объединиться и дальше работать. Для нас вот это был большой-большой успех. Сумели подготовить 700 наблюдателей, выгонять 700 человек участковые комиссии, хоть и не попали только несколько человек. Но мы считаем, что это позволило хоть как-то ладить нашу работу. Спасибо. Спасибо, Алис. Ну и что, как говорится, last but not least. Татьяна, которая пока, например, выключена микрофон. Я думаю, мы видим, да, очень разные компании. И если за это вы говорили бы, да, вот как Кустан Лапкович говорил, значит, такое принципиальное не политическое наблюдение. Но, если честно, люди, оно как бы с одной стороны не политическое, то есть, с другой стороны, вряд ли для кого-то сюрпризом с таким штабом эти честные люди ближе, чем с другими штабами. Да, если право выбора – это объединенные разные политические партии, то, наверное, Назиран Нибай в этом смысле скорее компания наблюдения, которая все-таки вполне вот конкретная политическая организация, конкретного кандидата. Как в таких условиях, насколько вообще, как Назиран Нибай, как вы готовы к вот этой ситуации, как вы готовы действовать, исходя из вот таких вот действий власти? И какое, может быть, накладывает вот это ваше положение, специфику на работу наблюдателей? Еще раз всем привет большой. Очень рада видеть всех участников. Было бы классно, конечно, встретиться оффлайн, но встречаемся так. И это тоже хорошо. Я хочу сказать, что у нас идет набор вот людей. Мы, конечно, мобилизуем в первую очередь тех людей, которые готовы сказать, что они являются частью организации, да, и готовы быть наблюдателями от общественной организации. «Говори правду». Это раз. Второе. Мы также предлагаем людям зарегистрироваться через наблюдателей через сбор подписей. И организовали, значит, такие материалы, инструкции для наблюдателей, в общем-то, ну, то есть такую азбуку для наблюдателей. Ну, конечно, очень сильно расстроены тем, что, имея своего кандидата, мы, конечно, имеем ограниченные возможности пронаблюдать вообще сам процесс выборов, то, как люди будут голосовать, какая явка, то, что мы делаем постоянно, да, потому что нам, как политикам, это очень интересно. И у нас, на самом деле, как бы, ко всем тем мерам, о которых говорили коллеги, там, обжалование, там, наблюдение, стояние в очереди, там, да, регистрация все равно наблюдателей, и так, чтобы они все равно попали, у нас есть еще один ресурс, который мы планируем использовать, это доверенные лица, доверенные лица кандидатов. У нас есть ресурс 30 доверенных лиц, плюс мы еще хотим скооперироваться и ведем переговоры. Вот с Сергеем Черечневым мы уже договорились о том, что будем синхронизировать эти списки и эту работу кооперироваться. Также, конечно, хотели бы очень, чтобы штаб Тихановский к этому присоединился, но пока что нет сведений. То есть, поэтому у нас есть 60 доверенных лиц, и мы хотим, чтобы охватить хотя бы, там, за 20 участков непрерывным наблюдением этих 20 доверенных лиц. Это вот возможность наблюдать внутри, да, потому что у тебя статус доверенного лица, досрочное наблюдение и, конечно, день голосования. То есть, получается, что мы пожертвуем, скажем, ну, таким статусом представителей, да, кандидата, они станут просто наблюдателями в том числе для того, чтобы подготовить системную оценку, там, тем же, тем нарушениям, которые происходили, тем, как будут подсчитываться голоса, чтобы иметь какое-то представление. В принципе, это неплохой ресурс, если удастся договориться, то мы сможем, вот, по крайней мере, проследить, как вели себя, например, 50 тысяч или 60 тысяч белорусов вот на этих выборах. Это вот, если отвечать на вопрос кратко, то это вот как раз вот про ту стратегию, а что же еще можно сделать в этой безвыходной ситуации, когда нет наблюдения, когда власти просто, ну, безополитивно используют все возможности для того, чтобы, ну, остановить независимое наблюдение. Так мы-то смеемся, что есть определенный вирус, определенный тип коронавируса, который поражает именно независимых наблюдателей. Вот. Так что вот в таком ключе мы сейчас действуем этим занятым. Спасибо, Татьяна. Действительно, мы вот как-то очень, ну, это хорошо, последними словами мы перешли к следующему вопросу, потому что действительно, наверное, еще одна специфика, может быть, и не такая уж специфика этой компании, это, ну, скажем так, сложные отношения между штабами, мировыми тем, что, ну, скажем так, не все друг другу доверяют. Ну, или как минимум, не все друг другу близко знакомы. Потому что если мы раньше мы уже видели там выборы, где участвуют люди, которые так или иначе в каком-то, скажем так, оппозиционном сообществе присутствуют, в общем, годами и все друг друга так или иначе хорошо знают, то сейчас действительно в политике много новых лиц на разных позициях, с которыми, в общем, не все друг другу знакомы, не все знают, как координироваться. И вот тут на самом деле, мне кажется, важный момент, потому что действительно ситуация сложная, и насколько достаточно доверия для координации работы различных компаний друг с другом, со штабами кандидатов, потому что нужно быть кандидатов, которые тоже могут сообщать какую-то информацию через своих доверенных лиц. Ну, например, если доверенные лица, ну, например, доверенные лица Анны Конопадской будут сообщать, ну, к примеру, что вам о какой-то компании наблюдения, о какой-то ситуации, проблеме, насколько им будут готовы доверять, сколько друг другу будут готовы доверять. Давайте, наверное, тоже в том же или менее порядке начнем. Я можно сразу, я можно сразу отвечу, да, потому что это было последнее, то, что я... То, что я сказала, я к тому, что почему, для чего важна координация, может быть, мне кто-то недопонимает, что важно, чтобы на участке было два доверенных лица разных кандидатов. Это не то, чтобы там, скажем, одно доверенное лицо на одном участке, нет, почему, для чего важна эта координация, потому что это позволит, во-первых, друг друга страховать, подписывать и поддерживать жалобы, да, свидетельствовать о нарушениях взаимно. Вот это вот, это очень важный вопрос. И, соответственно, как бы, имея 30 доверенных лиц, мы можем максимально охватить 30 участков. Это если, это в идеале, да, о чем мы говорим. Вот, так как я сегодня тут одна, представитель штаба, тоже доверенное лицо кандидата, могу сказать, что мы со своей стороны абсолютно открыты, ну, вот для такой координации здесь нет никаких политических задач. Есть только одна политическая задача, зафиксировать нарушения для того, чтобы любой кандидат президента мог опротестовать выборы, их результат. Ну, вот давай мы так, чтобы это жестко и конкретно, готовы ли вы к координации с всеми кандидатами? Ну, все это очевидно, кроме действующего президента. Ну, да, естественно. Потому что понятно, что... Ну, мы не предлагали координацию Конопадской, я вообще в этом, честно говоря, не то чтобы не против, если она, ну, как бы проявит инициативу, пожалуйста, но я ей предлагала как кандидату координацию еще в 16-м году, в конце компании наблюдений, она не поддержала, то есть в других компаниях тоже, поэтому я просто не вижу смысла, ну, то есть вот тратить на это время сегодня у нас осталось не так уж много дней. Вот, со всеми остальными, кроме Лукашенко, конечно. Спасибо, да, я, кстати, вот по поводу 2016 года, это интересно, что уже один раз была идея, но не пошло. Тогда, соответственно, кто готов продолжить, кто еще, хочешь сказать, с кем он готов, насколько доверясь и координироваться? Ну, давайте, я, как скажу, знаете, мое личное мнение, миссии наблюдения мало не бывает, это первое. Как-то неудивительно, я вот сейчас, в духе последнего времени, даже меньше сторонник централизованного управления. Вот я хочу сказать, что у нас всегда были какие-то отличные отношения с правозащитниками, потому что у нас были разные цели и задачи. У нас все-таки мы, наше исполнение, активное политическое наблюдение, в котором мы всегда пользовались, когда полностью округ закрыли. Отношения с ребятами честными у нас всегда было. Мы все-таки помогали сейчас на всем периоде, методологически, где-то помогали юридически, в нашей были всегда. Сейчас, наверное, будем очень серьезно помогать направлениями. И, знаете, вот мое личное мнение, вот только нужно понять, что для меня будет очень важно, сколько людей пойдет наблюдать. Вот даже, грубо говоря, даже если на участок не будут пускать, но когда человек начнет понимать, что он стал гражданином, и он должен посмотреть, как он, согласно статье третьей Конституции Республики Беларусь, где источник власти является он, и как поступили с его головы. Знаете, как бы там, кого не пускать будут, кого нет, это будут изменения, можно знать, в общественном сознании. Знаете, парадоксальная вещь была, я, наверное, помню и предыдущие компании, когда найти наблюдателей было очень-очень тяжело. Вот был такой период, что, вы помните, наше жесткое наблюдение компании «Право выбора». Округ должен быть полностью закрыт, каждую секунду присутствует наблюдатель. И самое тяжелое, знаете, где было? Это было в городе Минске. Сейчас Минск поменялся. Вот у меня такое чувство, Минск где-то просыпается. У меня только одно пожелание, чтобы 11 числа они не уснули или что-то перешли в другое состояние. Вот я вот это буду всегда желать всем другим компаниям, особенно компаниям «ЧЕС». И тогда, ну, завершили всем уже вопросы. Давайте, с какими кандидатами вы готовы координироваться, наблюдателей доверенных лиц, кому доверять, чьим словам? Знаете, вот у нас как-то в компании «Право выбора» вот мы больше все-таки взаимодействуем честно и с правозащитниками. С командами кандидатов, ну, знаете, я лично с трудом представляю, как. Понимаете, когда мы говорим доверенные лица, но вы же не забывайте, что доверенные лица, пришедшие на участок, оборудают такими же полномочиями, как наблюдателям, и нет вероятности, что его пустят на участок. Понимаете, ну, вот такое, чтобы мы где-то понимали, что власть сейчас, вот как-то неудивительно, она меньше всего заинтересована, чтобы показать хоть какую-то цифру, а въявить вот то, что, помните, после 10-ти. Я думаю, что будет большой процесс, извините, отлипусь, что даже вывешивание протокола возникнет большие проблемы. У меня такое чувство, что даже протоколы будут пытаться не вывешивать. А по поводу кандидатов, ну, знаете, компания «Право выбора» все-таки старые союзники, не зависит, это правозащитники и компания «Честная». Я могу, Вадим, если вы позволите, я откажу. Ну, по-перше, я хочу сказать то, что я вельми рады то, что эта компания, в принципе, смотря какие-то суперечности вздымает на вот разных компаниях, потому что ранее мы бачили нават некие гротескные ситуации у партийном назиранне, политическом назиранне, когда кто-то с кимсцей не приходил на сустрэчу, координационную, потому что кто-то іншый, комусь ци іншему не подобает. Я вельми рады то, что зараз этого нема, нам в этом плане простей. И мы уже проводили некольких координационных сустрэчу с партийным назиранне, якое робить право выбора, и с штабным назиранне, якое робить компания «Честная». Мы провели некольких таких координационных сустрэчу. Я вельми рады, что мы понимаем ту межу нашей незалежности, особенно она зараз вельми актуальна и важна в ситуации, калі отсутнічая миссия АБСЕ. И мы понимаем, скажем, наш зараз мандат, як компания незалежного назиранне, именно в это у тем, что максимально гэты прабел восполнить, как у международной супольности, да и у грамотян Беларуси был достаткова ведау про то, як компания прайшла, и порядок дня у относинного гэты к выбору будавался у тем лякуем на нашей справоздачности. И я вельми рады, что гэта координация ёсць, и она, скажем, коллеги с пониманием относятся, что гэта не дымарш, гэта не некая абстрагаванне, а гэта, скажем, важнасть наявности Украины унутри Беларуси, як политичного назиранне, так и незалежного назиранне. И гэта вельми важный падзел. У некаторых блоках тых компаниям, які проводят выборчаш, там мы не можем праймать, потому что гэта не отпаведая методологии, не можа быть назиранне, ну, например, там платформа Голос, гэта не назиранне, и пад тым, скажем, стандартам, які ёсць у таким назиранне и праведзенне таких параллельных падликов голосов, там ёсць у падликов голосов, там ёсць інша зусі методологія, але гэта добрый палітычный сегмент, и мы так сам вельми рады, што ён ёсць, і нікого ў гэтам не заминаем. Нашы назиральнікі, яких мы вучыли, мы правучыли, так иэта небывалая колькість людзей, які до нас долучыли с них, гэта праўда, то, што калэги так сам адзначалі, то, што ёсць 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 ёсць. на кампанюў 2015го года тридцать валантара. А, гулылы колькі калэги с달шымда ш crueltyze? Тады мы ў пЯтнаццьымго годзе закрыли разом з нашымяch vivo некоторые дзэта ёсцьњы ёсць 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 уйтэн. Але валантараną з ёсць 의л плыбаршыка ёсць. Але валантараўз іх播�� 30 чалвек. Табу гэта тээ люди, які долучыли до кампане ёсць одапçarнё. На минулых парламентских выборов, яке были в 2019 году, в листопаде, мы отримали 240 лантыров, что уже так само кажется про великий подъем. Зараз мы першеважнивание спыняем набор, у нас уже у списи Амаль 1800. И мы просто спынем першеважнивание набор, потому что мы не можем подводить этих людей, просто элементарно не выдадим протокол, и аккредитовать, потому что мы и наша команда административно до этого, я это широко говорю, были не подрихтованы, для нас это великая организационная турбулентность для того, чтобы эти люди застались непокрюдженные. Мы их зараз проводим навычание, и мы хотим всех отучить, уже за полторы тысячи перевалили. Зараз мои коллеги как раз читают некакие тренинги про назирание по культу. Мы с вами тут разговариваем. Ну, это так само, как же, об таким агульным громадским настрой, тут вельми важный для нас, капотым гэтых людей, конечно, не сгубить. Но я хочу сказать, что с тых, кто до нас дошелся, сейчас, минулой, парламентской кампании, все до нас дошелись, и зараз. Тому, ну, отказывающий на гэта пытаня, то, ну, розница просто фантастичная, по культузти людей. И гэта, канешна, и тым больш, что гэта да кампании, яка не персонификавана, гэта просто незалежная назиранья. Мы немаем привабных политичных кандыдатов, мы немаем людей, які до нас залучаются для того, каб пауплываць на перамоку асубы альбу асубы бэ, таму, што мы всем широкажем, што не, мы немодзем казаць, кто перамок на гэтах выбарах, мы адкажем толькі на ты два важных пытаня, на колькі выбары ў Беларусі адпавідалі міжнародным стандартам, і на колькі грамадзяні Беларусі мелі права абіраць, а кандыдаты ў президэнты быць абранны ў гэта сітуація. Тому гэта, вось гэта важны пытаня, гэта адзінае, на што мы будзем адказываць, ну, і потым доў гэта абрунтовыць. Вось, але я што расскажу, то, што я вейме рады, то, што шмат які суперэчністы знятыя, і мы, разумеюча, важныць і нишу кожныва можам супрасумічыць. Мы будзем адмінявцца думками, канешна, мы будзем выставляць інформацію, і для наших поважанных калегав, метадалогію, яких мы разумеем, а кэдоходы, яких мы разумеем, гэта і нашы партынные калеги з права выбара, довіраць іх веріфікація, і эта інформація будзем паступаць, выставляцца нашы інформаційна службі. Мы адкрыты для того, ка платформа Зубар выкарістовала нашу інформацію, таму мы, скажім, ті сегменты, які можна скоординаваць, они, канешна, скоординаваны при абсалютном разуменні розності ў місіях і пэдоходы. Ну, добре, тады ўжо дато пытані на отыкладнение, вася гэта пасталіць інформацію ў стушках, ті гатоба адпаведна ад, наприклад, калі ма мауты фанаваць штабу кандидату, казаць, шіх доверні асоба, на ўсаскані тако і тако пабачили, ті, ті, шіх штабу вы гатоба прымаць таку інформацію і ставяць ў свою стушку. Ну, канешна, я не уявляю фанташцинсанію ситуацію ад штаба Лукашэнкі, ну, калі надзіральні ад БерсЦМ ўдаляць выбаршы ўчаска, і мы варэчым, шіто незаконна, то ма да паможам наватын напісаць царгу. Але, канешна, мы, і мы, на нашых кандиднаційніх нарадах с калеками, гэта меркавалі, што мы будзем інформааць пра гэтае випадкі безумовна, улічываючы той, што наша кампанія дасадкова, ну, скажу, мы лічым это нашым моцным бокам, і мы на этава вельмі шмат укладаем нашых высылкаў, гэта ў інформаацыйны блок, і кудка інформавання і реагавання на гэтаю сэт, на все сэтуацыі на выбаршых ўчасках, таму, мы, канешна, будзем гэту інформацю адразу апублічніваць, ў тым лікую і да нашых міжнародных партнэров, які будз тардыцыйна бачу вагі аддаваць нашай кампані. Таму, да, мы будзем адусіх брать, навыц ад Лукашэнка, тут нам прастей, таксамы, чым конкэдатам, конкурентам, калі ўх правы будз спарушэны, мы абзамаванна ўх будзем бараніць. Дяка, мы будзем жакать, часовы, калі штаб Лукашэнкі будзе скаріцца правообаронцам, што ўх правы паррушаюць на выбарах, махчым ага, такоя будзе, праспалгады, хто веде. Ну, ладно, вначале затрагивал по взаимодействию с ОБСЕ, ну, и шире международным сообществом. Но, наверное, ещё даже перед этим я хотел бы вот ещё какой вопрос затронуть. Сейчас раз уж подняли вопрос платформы «Голос» и того, ну, как сказал Улад, что это не наблюдение, это, по-моему, не стандарты параллельного причёта голосов, поэтому хотелось бы, соответственно, с другим Уладем Саркевичем, по-моему, про это поговорить. Понять, как минимум, что, как вы сами воспринимаете и ждёте, что будет от этой платформы. Потому что, с одной стороны, я как гражданин, я, безусловно, очень вдохновляю, когда возникает инициатива, я там уже сегодня смотрел там больше полумиллиона заявок, это, конечно, всегда красиво. Вот. А с другой стороны, я, ну, просто немножко упаковавшись больше, я вижу, что, с одной стороны, ну, во-первых, действительно, там, как правильно отмечено на сайте, нет верификации, кроме как по номеру телефона, нет паспортных данных. То есть, соответственно, ну, в конечном счёте, насколько вы готовы защищать систему от каких-то махинаций, потому что, ну, например, зарегистрировать там большое число номеров телефонов, как бы слать, в принципе, ведь нет ничего невозможного. Ну, и насколько вы, в принципе, как вы хотите представлять все результаты, с учётом того, что, ну, сейчас есть 500 тысяч, то есть, как минимум, это в районе, получается, там, в районе 10% гипотетических наблюдателей, ну, и понятно, что это логически нерепрезентативно. Как вы готовы эти результаты продвигать и каким-то образом отстаивать? Да, я только что подошёл на сайт, уже 551 тысяча. Для нас это, честно говоря, был огромный сюрприз, что мы вообще так быстро начнём набирать количество проголосовавших. Сейчас мы ориентируемся на достижение одного миллиона. Это выглядит как очень реальная цель. По вообще инфраструктуре могу сказать, что она просто бесконечно крутая. В разработке этой платформы приняли участие просто ведущие, ведущие, специалисты, разработчики, топовые айтишники Беларуси. Поэтому она имеет просто там несколько степней защиты от базовой DDoS-атак, от падения серверов. Там просто всё в пятикратном продублировано, какие-то безумные кэширования, защита от задвоения. Если человек с одного и того же номера, если и через Viber, и через Telegram делает, то дубли удаляются. Плюс там есть привязка к участку, то есть у нас будут результаты по каждому участку. И эти результаты можно будет сравнить с результатами предоставленными. комиссиями. Плюс в системах, конечно, такое огромное количество информации не будет обработано модераторами. В принципе, вся система построена так, что человек, даже вот сама команда разработки, мы не имеем доступа к этим телефонам. То есть телефоны сразу к ним добавляется соль. Короче, они превращаются в такой формат, нечитаемый для человека. То есть только система может читать. Потом отправленные бюллетени, они будут через Machine Vision компьютерным зрением определяться, за кого проголосовали, сравниваться с тем, что человек выбрал. Если все соответствует, то голос будет защитным. То есть система позволит посмотреть по каждому конкретному участку, пусть даже не все проголосуют, но это число может отличаться от официального числа. Вот, наверное, такие базовые вещи. То есть, конечно, какой-то процент погрешности возможен. То есть обеспечить там идеальное соответствие в любом случае не получится, но он настолько ничтожен, что человек просто не может каким-то образом повлиять на процент итоговый, как бы он не старался. Ну и смотри, просто мне кажется, это достаточно будет очевидная претензия, когда условно по телеканалу НТ 11 августа скажут, что вот смотрите, на сайте инициативы Бабарико регистрировалось 15% избирателей, и они ответили, по их результату получилось, что из них 12% за Тихановскую. Все с ним понятно, это их сайт, это вообще не презентативно, и это меньше, чем общее число. То есть у вас очевидно готовы реагировать на такие претензии, хотя понятно, что по меркам наших компаний наблюдения 500 тысяч миллионов это огромное количество, но это все еще не закрывает ни 50%. Как вы готовы к таким действиям? Я не очень понял, просто если объявят, что процент... Ну это маленькая цифра, это не репрессивно, ну загрессивно 15 наблюдателей. Ну выяснилось, что из них и то не все за Тихановскую. Ну это меньше, чем на этим победах. Как с этим работать? Ну смотрите, мы же ставим задачи вообще информировать, просто предоставить какую-то информацию, причем человек может по конкретному участку сравнить, там у нас в зубре в принципе будет фиксироваться, а что еще делают наши наблюдатели, они же документируют, фотографируют все протоколы, и досрочное голосование, и в основной день, и все это тоже складывают на зубр, то есть любой человек может зайти, найти свой участок на зубре, увидеть тех членов комиссии, там их имена, фотографии, кто они, что они, и посмотреть протоколы, посмотреть явку официальную и озвученную, вот, и также будет информация с голоса, и то есть люди могут посмотреть, насколько эти данные там отличаются, или они совпадают, и как бы ориентироваться на эту информацию и в своем там принятии и осознании легитимности власти того человека, который победит на выборах. А можно пытаня, калю, калю, так, я как раз хотел спытать других удельников, кто, что прихотолишить, бо выгадает такая досать пригожая история, калю, конечно, белорусские топовые экипы старые айтишники зараз, с допомогой Machine Vision перемогут в эту старую платную систему, те есть с меня. А можно питание задать? Мне оно, правда, турбует, я за платформу одразу скажу, я зарегистровался как выборщик. Але у меня есть питание. У меня дома в семье два выборщика, ну, то есть два человека, які володують выборщим правом, достигнули 18-й год, я и моя жена. Але у нас дома штук пять телефонов, потому что у нас есть еще дети, и они уже такие больше, меньше дорослые, и они как раз ставят все телефоны. То есть могу я пять раз проголосовать за какого-нибудь кандидата. А калю у меня не пять телефонов, а у меня есть мобильный оператор МТС альба Велком, який може смоделировать номера телефонов в режиме ботов, там, ну, секунды сотни телефонов, просто загенерировать их с нуля. вось, яхто в гэта система будь от гэта баранець. Ну, я не веду про генерацию, ну, на телефон же приходять повятамлення, код, там, який, типа, забеспечу уникальность гэта 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 трэба мять симки. Калі симкарты ёсі на явнасці, то гэта там аднае справа, да? Ну, потам чалэк яшэ фотографуе бюлітэнь, і гэта вся паэйна быць рознае бюлітэнє, гэта вся фототымкінь, яны будуть там, трошкі непадобны адзін на аднаго. Калі гэта будуть там, цалкам аднолькаве, то, каняшна, система іх не залічыць. Ну, такі некі адсотак людзей, які могуць займацца махлярстам, і он якбы прысутнічэ. Но там адзін шалэк, можна сказч, што яго там ресурсах опіць, я не ведаю. Ну, там, некалькі галасову просто спальсифковаць замес аднаго. Ну, васнавнам у людзей там адна, двесім карты, і па выніку, калі гэта мільйон выбарща, ковта гэта адзін-два адзін, адсоткі, што не так вплывайна вынік. Ну, так, калі, напарсональам узрівні, то саправду, адзін, дабы, хучші ситуація, як пазапляць, продавлят, прапляць телефону на сім'ю, але, конець, дабыць, гэта, сістэма прагенерацію телефону, і над까, пахлядае більш. Ужен, Ну, здравствуй, побачим, как это будет отбываться. Олесь, Татьяна, а есть у вас какие-то позиции по поводу системы голоса? Насколько вы видите, какие-то новые хорошие возможности? Ну, или как мы в заголовке, новые возможности или новые угрозы? Ну, знаете, с наблюдением... Мы подтремливаем. Нет, мое личное мнение, с наблюдением это никак не связано, честно. Я хочу сказать, 19-й год совершил невозможно. 19-й год показал, что такое визуализация, фальсификация. Раньше люди думали, это подползающий ночью человек, закидывающий пачку бюллетеней. Но все потом, когда благодаря смартфонам увидели, это тетеньки, которые обнялись нежно друг друга за плечи и объявляют результат, и плачущие айтишники, которые уходят с ошелевшими глазами. Сейчас мы видим очень хорошую вещь, которую создала компания «Голос», так, визуализация поддержки и перемен. Вот это очень важно. Я тоже зарегистрировался. Ну, как бы, я считаю, что я должен показать, что мы как-то есть. И это такое, не то, что уплыть на власть, а показать, что мы не едины. Что страна сейчас поделилась на преданных и на умных и честных. Преданных становится меньше, нас становится больше. Вот я хочу посоветовать, ну, чтобы это получилось. Но связывать это с наблюдением, друзья мои, когда мы не имеем результата. Вот я вам хочу сказать, большущим успехом будет наш, если мы получим результат хоть с одного участка. Это правильный результат, который был. Вот я вам хочу сказать, тогда результаты всех остальных 5764 голоса, ну, не будет иметь. Так что, Влад, я тебя хочу сказать, поддерживаю тебя. Помните, успехов вам. Чтобы не загнулся ваша компания, не упал весь интернет по всей Беларуси. Но то, что вы покажете визуализацию поддержки перемен, вот это очень важно. А с наблюдением, друзья мои, извините, это пока очень-очень не связано. Но это мое, прошу заметить, сугубо личное мнение. Да, я хочу сказать, что действительно, пока что, это самая главная ценность. Это вот визуализация поддержки перемен, да. Вот ваши цифры, это 500, и очень классно, что она растет. Вот я сама, не знаю, в первых рядах, наверное, зарегистрировалась, и мы везде поддерживаем это, и в онлайне, и в онлайне, потому что, ну, она нужна. Она очень сильно поддерживает остальных людей, которые хотят увидеть вот эту поддержку. Поэтому желаем, конечно, присоединяюсь к пожеланиям удачи в этом направлении. Но с учетом тех вопросов, которые Влад задавал, да, я бы все-таки, наверное, тоже хотела бы, получить какую-то... Татьяна? Татьяна, мне кажется, пропала. Татьяна хотела бы получить, и пропала в этот момент, что, в общем, подозрительно. Главное, чтобы... Не вот, или площади Бангалор находится сейчас Татьяна. Но, ладно, вот Татьяна, мне кажется, заходит заново, да. Так, я надеюсь, Татьяна все хорошо, она сейчас к нам подключится снова. Я прошу прощения, да, прошу прощения, у меня звонок... Да, мы уже устали, звонок за тебя через пятки. И все-таки, я исчезла. Да, так что, я хочу ее получить. Да, да, я с учетом вопросов, было бы классно получить какую-то вот инструкцию, как вы будете, ну, как бы, фильтровать вот этих зарегистрированных пользователей, ну, которые могли, там, дважды зарегистрироваться, ну, какую-то простую, там, скажем, презентацию, потому что очень важно, чтобы люди доверяли. Ведь я уверена, что завтра могут какие-то еще выйти, там, ролики или еще что-либо, которые пугают вообще людей, что вы будете, ну, и так далее, что вы, там, будете использовать их данные. Мы видим, как сегодня каждый день пугают людей с экранов телевизора, потому что было бы хорошее такое дело. Почему важно и безопасно регистрироваться, и как вы будете, вот, отфильтровывать лишних, там, скажем, двойных, тройных, там, скажем, агентов, ну, субъектов, которые зарегистрировались. Я хочу сказать, что мы, говори правду, будем мобилизоваться на то, чтобы как можно больше людей пришло и использовало свой голос 9-го числа, да, 9-го августа, потому что это тоже важно для поддержки перемен. Мы будем видеть, что это, ну, наши люди идут сознательные, осознанные, которые уже сделали свой выбор в пользу перемен, и мы будем понимать, что вот это очень важно. И хотим также использовать ресурс такого, ну, позитивного, наверное, влияния на членов комиссии. Мы вот делаем такую акцию, сейчас 2 на 2 равно 4, где каждый избиратель, который за перемены, может распечатать листовочку, такую открыточку. Я прошу посчитать мой голос честно, да, который будет вручать вместе с, вместе с, ну, вот ему бюллетень, а он взамен, значит, члену комиссии, где написано его имя. Сейчас благодаря вот этой платформе Зубр мы как раз в этом смысле ее тоже используем, где собраны все данные о членах комиссии. Каждый человек может выбрать, конкретно подписать и пойти на избирательный участок уже вот с этой вот открыткой и вручить с просьбой, да, потому что это очень важно. Не разделять там, например, на этом этапе, да, людей, а наоборот пытаться объединиться в порыве, чтобы вот это за перемены. Мы хотим вот к тому, чтобы солидаризироваться и скооперироваться по поводу наблюдения с помощью доверенных лиц, вот делаем такие, такую еще акцию. Спасибо, спасибо, Татьяна. Я вот, да, по поводу персональных данных, кстати, на самом деле хороший вопрос. Я думаю, недавно многие заметили, что, как я говорю, правда используют персональные данные, когда мы получили смс-ки с приглашениями на мероприятие Андрея Дмитриева, предвыборные. Ну, без всякого ничего против. Да, логично, как, понимая, вероятность, что эти телефоны не будут использоваться, или будут приходить какие-то уведомления, например, про результаты подсчета, как планируется. Это мне вопрос, да? Я думаю, что да. Смотри, я просто, ну, у нас же действительно дискуссия по наблюдениям, и голосом занимаются другие люди, на нашем сообществе, поэтому я знаю в общих чертах, но не знаю всех механик. Понятно, насколько ты можешь комментировать, безусловно. То есть, да, вот с этим, я так понимаю, что, возможно, это еще в стадии согласования. Насколько я понимаю, это будет дэшборд, дэшборд, который будет просто приборная панель, да, отображает данные по всей стране, но это как бы пока так, на уровне планов не могу точно ответить на вопрос. Ну, я знаю, в общем, с этим, с этим, с этим, с этим будем, действительно, еще очевидно, работая, есть интерес. И давайте, наверное, еще к этому вопросу, действительно, важному, мы уже его затрагивали несколько раз все, по поводу какой-то связи с международными структурами в целом и ОБСЕ в частности, потому что, действительно, ОБСЕ как недопущено, это мы выносили в анонс нашей сегодняшней дискуссии цитату специального докладчика ООН по Белоруссии на ИСМАРИН, которая как раз говорила о том, что в ситуации, собственно, говорил на одном из предыдущих экспертно-аналитических клубов, что в ситуации недопуска, да, в ДИПЧО БОСЕ, в общем, придется, очевидно, в большей степени, чем раньше, рассчитывать на внутренних национальных наблюдателей и опираться на их оценки, и это, понятно, поднимает, да, степень важности и ответственности, и, в общем, понятно, что никакие другие оценки операции, не будет возможности за их отсутствием, поэтому, то есть, понятно, вот, да, уже Влад Лапкович уже говорил о том, что, понятно, есть и взаимопонимание, и контакты, и доверие, и понимание, что ОБСЕ будет так или иначе, да, операция, в том числе, в первую очередь, на, именно на компанию правозащитников, как максимально независимую, наверное, может быть, насколько возможно, чуть подробнее и об этом поговорить, и тоже касается, наверное, всех остальных компаний, насколько вы вообще планируете и каким образом доносить результаты вашего наблюдения не только до белорусского общества, но и до каких-то международных партнеров, и каких, ну, скажем так, каких ожидаете, там, может быть, действий в поддержку, или, наоборот, там, больше планируете сосредоточиться только на внутренней работе, и не столько внешней. Поэтому, наверное, с Владом Лапковичей начнем, раз уж начали как раз по тематике ОБСЕ, какое у вас вот ощущение? Да, дякую, но мы, для нас это очень важно, такое адвокатирование, международное адвокатирование в тем лику своей деятельности. Мы давно гэтым займаемся, и, саправды, як незалежное надзирание нам, ну, скажем, с нашими вэсновами шматкам уз международных коллегаў прастей працаваць, и тому, што, скажем, это здымае, вельми важный аргумент, який весь час улады закидываюць у всяких розных международных пляцулках, а мы гэта ведаем, што гэта информація нелега доверать той цинча, тому, што, яна политизаванная, тому, што, это политычные вэсновы, тому, што, это политычная опазыця. Тому, мэвас, для нас вельми важны, и нас об гэтым просили, да башатку кампани, наши международные партнеры, капмы максимальна заховываля, вось, гэтый статус незалежного надзираня, плюс, кэтэва трэба азнащи, то, што, наша кампани ваходят в международные сеткі незалежного надзираня, якоя ёсць у Европе, які аб'ядновываў грамадскі аб'яднаня, які займаюцца незалежным надзираням, таму мы, нам просто адвакатіруаць, лабеяваць пэвны моманты праз нашых калегаў, сяброў, ў сяброўскіў арганізаццаў, такі жа, як наша кампаня, ў іншых краинах Европы. И я веду то, што експерты АБСЕ вельми добра вылучаюць зараз наші справоздаўжи, з некоторым из них мы размовляляли, и обменивались уже думками на хэтэконт, и тому мы, скажем, вельми узважанно спробуем свае аналитичны материалы в ихласте. Мы безумовно будем проводзі прэссову конференцію, думаю, то, што мы традициўна с калегами, нам завсёда було просто ранее дамовица с нашими сябрами с права выбора, я думаю, што мы зараз с большым колом нашых сябров дамовимся і размокуем гэтэ час прэссовых конференцій, калі всі будзем на свабодзі, калі в этой краіні ще можна буде што-то онлайн сказаць. Хачо значаць, то, што в 2010 годзі наша кампаня таксама патцерпела, мы в три ночі на наш офіс был напад спецслужбы, і мы падвергнся репрэсіям за нашы незалежные назарання. Зараз мы паспробывалі гэтэ нас махчымасці мінімізаваць, але все ж такі, я ще раз скажу, то, што ресурсів у лады, канішна, хопець і на такі дзені. Аль і таму, скажам, мы працюєм з міжнародній сапольністю, ліщем гэтэ вельмі важным, наша справоздача буде падрахтавана на наступний дзень, максимальна агучана, і, канішна, мы будзем потім лабіяваць шмат, які і різалюцій, і формування палітычной позыцій міжнародній сапольністі, тим бося, для нас гэта важна, як і правобаронців, тому шо давайте не забываць, што кожны дзень дадаюця новая палітычна вязні, і мінавіта, як у дзельніків гэтэ кампані, і таму місія всію наші правобарончі сапольністі, а вісна з'являець тако і важнай організація в правобарончім секторі Беларусі, і для нас вельмі важна мінавіта і візгіта адвакатавані, таму будзем по всіх на керунках безумовно дзенішіць. Дякую, влаць. Ну, і з'яправді, в принципі, зазуміло якраз такі да, такі приклад про оборонців за свобідні выбори, зазуміло, да, і такі шильні, ну, точно пістоянні контакти з ОБСЕ, як казалось зараз міжнародні сетки на зеральніків, так, зазуміло, вже працюється далек не перший год, і це все ж так досить системно випрацвано, ну, і, навірно, скільки у нас отличительна черта від компанії, це якраз то, що в компанії приходить багато нових людей, які вже цим не займалися, ну, і, відповідно, я так предполагаю, що, каже, чістні люди вріхали входять в ці международні сети наблюдателей, це вже були нова ініціатива. Тобто, давайте, наверное, продовжимо, суладимо, а як ви к тому готові, ви вообще планируєте займатися цим международним адвокатуванням, чи це не ваш приоритет, і, скорее, за того, що цим займалися правозащитники, цього достатньо. Як ви, з цим направлением, дивіться? Ну, в общем, ми, на самом деле, те все данные, які ми собираємо, ми вже предоставляємо це в общественності, і в тому числі в международній, і даже наш зубер, как би, імеє перевод, партнерський зубер, імеє перевод на англійський язик, і, в принципі, ми там готові к тому, щоб ці дані використовались всі. Я раніше работав переводчиком у международних наблюдателей ОБСЕ, тому остались якісь контакти, і просто мені там нескільки чоловік на личному рівні звонило, спрашивало, як там у нас дела вообще, і що ми робимо. Я просто дзвілся той информацией, чим займають существенні люди, і розказував мене про сообщество, то есть я предполагаю, що ці дані можуть бути там інтересні і іншим міжнародним організаціям. На інституційному рівні пока не прорабатывався цей момент, але потенціально чому немає. Спасибо. Тогда Олесь, Татьяна, як у вас? Спасибо, Вадим, я поднял очень такую большую тему. На самом деле, по итогам парламентських выборов було дуже багато встреч з нашими партнерами, политическими партиями, також у мене було слушання в Парламентській ассамблії Совета Европи в Брюцзеле. І знаєте, ми з чим столкнулись? У мене є таке тверде ощущення, чому дуже звешено должно бути рішення. После выборов буде принят вопрос, які відносини Європейського Союзу відбуватись в Білорусі. Я вам хочу сказати, що це буде один із важніших вопросів. Понимаєте, ми постійно в связі з нашими партнерами. І ви, може, хтось заметили, а може хтось не заметили, що було 14 іюля, таке слово «утиматум», щоб випускати політичних заключень. 14 іюля, по-моє, навіть більше стало у нас політичних заключень. Я вже боюсь, як ну і ошибіць. Понимаєте, ми доносимо інформацію, що відбувається в Білорусі. Делаються якісь різолюції. Але для того, щоб як-то змінити отношення, як зробити так, що во всій цій системі не потерять білорусський народ, як не потерять гражданське обществу, що робити? Тому що цей вопрос після виборів, як би не закінчили, що робити, це буде дуже-очень актуально. Ну і следующее, що я хочу сказати, я тут підтримую Володю Лапковичу, хоча я хотів услышати все-таки інформацію, як все-таки УБСЕ не приїхало, я вже запутався з цими приглашеннями, може Володя більше подробно розповість. Ми тож готовимо наші, ми робимо розсилку, ми робимо всі ці ці речі, і ми кроме як до концу, помните, ці два вираження? Держитись, ми не забудем, але держитись там і берегите себе. Вот це два основных вопроса від наших партнерів. Ну, так, ну, политичні партии, ми це видим під заявленням, під слушанням, ми доносимо інформацію, що відбувається за вас. Спасибо, Олесь. Наскільки я розумію, особислові, що комитетрація була така, що сначала довго не було приглашення, потім вони заявили, що, звісно, вони з цього не приїхали, а потім Білорусський МИД сказав, ми, як планировали, після объявлення, після регістрації кандидатів з 15-го, це правило приглашення, але для ОБАСКІТа вже було залишком поздно, а не так, якобычно, і тому вони вже успіли організувати міссю. Наскільки я розумію, власть, така логика, так? Ну, все правильно, крім одного моменту, і він дуже важний, і вони не послали запрошення наумісно, тому, що в час минулых кампаній, в час минулых кампаній запрошення уходило з моменту того, як Палата простоніков приймала постанову проізнашені даты выбара. І запрошення 14-го ліпіння, ну, 15-го було відправлено, 5-го, 4-го ліпіння у нас була регістрація кандидатів, і 5-го ліпіння запрошення було відправлено у офіс АБСЕ у Варшаві, це просто, блин, здех, тому, що вони ведають метадологію АБСЕ, у лады, наш МЗС докладна, і гэта просто, ну, пустая профанаця. Тому, ну, єсть міссія СНГ, ну, гэта товаріщі, у їх свая функція. І хто ніхось, калі ніхось бачил выніковую справоздачу міссію СНГ, я не бачил ніколі. Я ось ніколі їх не бачил. Іх функція адзін раз висліпіт па БТ, той, хто з їх самы стойкий, і таму, што вони тут праводять вельмі насыщена свай дні, і сказаць, што выбары прашлі, оцін харашо були організовані, оцін харашо. Выбары були організовані на вишшім урамі. І все на гэтам. Тому, ну, нажаль, і як выглядає, то, што гэта рашэння була прайнятае за гадзе. Яшчэ в момент, в травні, празначаюча выбары, було абсалютна зразумела, што улады зробить ситуацію, каб наззеральніх міжнародних не було. Це частка в цій гэтай їх стратегії на вибарах була. Дякуй, ну і Татьяна, да, прабачемо, адвоклися на обсуждіння ОБСЕ, давайте вернемось все-таки к вопросу міжнародного адвокатіровані, і що із цього планирують наззеральні БАи, і гаварі правду в цілому. Слуште, ну, мы пока в активном действі, но я очень надіюсь, що отсутствие місії ОБСЕ не помешає тем политикам і гражданам Євросоюзу дати якісь политичні оцінки, віднестись до того, що відбувається в Білорусі, в соответствію з їх ценностями, в якій вони живуть. я на сьогоднішній день бачу, що міжнародна обіцяність дуже сильно активно наблюдає за тим, що у нас відбувається, і ми постійно ведемо, скажімо, інформування о тому, що у нас відбувається, тож ми общаємося з нашими колегами, партнерами в Євросоюзі, і вообще в цілому за рубежом, і ми надіємося, що вони на це швидко відреагують. Уже видно, що, наприклад, як консолізованно выступають, як ярко нас защищають сторонників перемен в Європейському парламенті, в Советі Європи, і тому ми дуже 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 благодарні за це, і я надіюсь, що цю поддержку ми почуваємо і після 9 августа. Так що, спасибо. Ну і ще, звісно, віддельно хотілося б отметити, що це все ще тож усіливає то, що білоруси за рубежом дуже консолідовані, візде проходять акції солідарності, і це тож, в свою чергу, привлекає дуже внимание. Якщо нас хтось буде смотреть із тих людей, хто живет за границей, сказати їм спосібо більше. Каждий раз, коли видиш какую-то акцію за рубежом, так думаєш, ой, прям приємно, що є вот ця солідарність, і ця солідарність дозволяє европейським політикам, в тому числе, помнить про нас і включати цю повістку в дебатах, в переговорах, в якісь ініцировать дискусії в їх парламентах по поводу Білоруси. Це дуже важливо. Дійсно, дуже важливий фактор. Я вот ще вспомнил ще об одному вопросі, тож хотів з вами обсудити, ведь помимо національних наблюдателей, помимо миссії ОБСЕ, помимо доверянних лиц, є ще одна категория інтересних наблюдателей, це наблюдатели от дипломатических представительств, с которими я, в тому числе, помню, коли сам наблюдав, сам встречався на участках. Возможно, кто-то із наших сегодняшних спикерів, гостей, знає, які планы насчет этого у посольств, і наскільки в цих нових условиях, нових постановлений циха, наскільки вони, собіться, будуть опущені на участки, чи пришовшому послу тож скажуть, що, извините, у нас сидит вже 5 наблюдателей в Білорусі. Коли можна, я крючок ведаю. Амбасады країнів Єврозв'язи США планують, і Великобританні, планують робити малінкі місі, яны вельмі, гэта, канешна, не ёсць місі міжнародного надзирання, это не ёсць замена АБСЕ, потому шо, наверням, кароткатраміновая і малалікая, в тому шо самі ви віцца, што і ціх амбасадів мало, і супрацовніків там вельмі мало, асаблі вазара в ситуаціі кавіда, калі шматікі диплематичне представністы зміншили свой склад Украине, ў Беларусі, і таму, скажім, гэта будуть малінкі такі місі ацэначныя, яна фармуюцца, і амбасады, ды представністы амбасадры европейскі країны ЗШ плануюць наведаць некалькі ўчаску. Вось, тое, што, да, прабачте, якой там ішчы було другое часку? Падальне адносна гэтага диплематична ганазірання в умовах пастановы ЦВК, тубы калі і юридична, вось, кінобу дзю працюватися? Да, пастанова ЦВК на їхню не распасюджується, як і на журналистів. Пастанова ЦВК і на доверённых особ, конечна, і на депутата палаты представніков, на Совет Республіки і так далі. І она распасюджується тільки на мазиральникам, які вылучшені ад громадських абдинами політичних партий працівніх колективів шляхом сбора подписів громадян. Международным мазиральникам не маєть права участковая комісія обнижувати їх доступ. А все представніки депутата представніць, все назиральники ад депутата представніць, яны по нашому законодавству регіструють ЦВК як міжнародні назиральники. Это, скажем, де юре, но, конечна, я упэлнен, що зв'язку со всем этим бардаком будуть такой эксцес выканавців, і, як ідені, асаблива рецивы старшині участковых комісів, конечна, вздумають кого-то не пустить. Дякує. Ну, што, хасео байше нехт на гады конту выказацца? Я могу просто яшы раз паецці на конту так само супрацовністу з другими кампаніями назирання, што адно з такіх там велікіх досягненню, і гэта там была ідея, з якого я далучуся для сумленных людзей, гэта стварэння сеткі кардінатров назирання па усею країні, табеш, людзі, калі реціструються нашых сістэмах, і вони там трапляюцца дразу ў шэйшэго узровню чату Теліграмі, і потім там спускаюцца ніжэй-ніжэй там свайго в область, район, населенський пункст, і паувынняку до свайго участка. Гэта сістэма там даволі добра прастроена, не паусюль ёсць до узровня участка, но працан в гэтам бядзецца, гэта каля там триста пяцкіцці коорденаторау, які паусяй карайні працююцць і railwayццца старальніками, модраторами гэтах чатов. Гэта тая такай даволі жив ? «Назіральнікі другие кампании могут встретиться на своих участках представленных людей и додаваться так же в эти чаты, чтобы просто их строить расклады и ожидать мониторинг, чтобы не было таких моментов, что внимания на главный зритель, и кто-то не лечит явку. Ну, это довольно одно из мощных достижений нашей кампании. В общем, вы начали, можно я откладываю, потому что, когда, например, на какой участке приходит на зритель от кампании право выбрать, и, например, они кераваны одним из штабов, любым, и он состракает ваших на зритель, потому что они так же могут додать в эти чаты, и мы так же будем с ними видеть координацию? Да, это для координации всех продемократичных и независимых на зритель. Мы в контакте с всеми кампаниями. Первая встреча, напевно, уже месяца два, там, отбылася, где, в принципе, мы гэтые моменты обмерковывали. После этой первой встречи мы, конечно, больше сильно достались с право выбора, супрацовничать, потому что я сам четыре раза не смотрел от права выбора ранее. Как бы мой опыт там можно сказать, что я удачный за этот опыт, и это там допомогло створить эдукационный курс. И там, где мы консультовали с Алексеем Сегаевым, и мне он допомогал юридично. Вот, что я еще хотел сказать? Ну, еще у нас есть подрахтовано шмат циковых таких механик, которые мы будем окрыстовывать уже на термином голосовании одних выборов и несколько циковых механик на прамку, потому что могу сказать, что до нас звертается и у тым лику. Во-первых, некоторые наши надзиральники трапили там у 35 человек в списке. Есть, конечно, выники, есть, конечно, такие кейсы, когда журналы переписываются, когда на людей тиснуть и на людей, которые кидали подписы, за улучшение надзиральников на их тиснуть, и просят отзывать подписы, и люди выпадают из этого списка, это сам один из кейсов. Мы плавно заканчиваем с моими вопросами, и я бы хотел обратиться к нашим сегодняшним гостям. Есть ли у кого-то желание тоже свои вопросы, комментарии. У нас есть наши постоянные гости Екатерина Пирсона, которая, наверное, вряд ли так будет рада, когда наше заседание вернутся в оффлайн, снова проходить физически в Минске. Надеюсь, мы будем иногда делать и онлайн, и по разным темам. Вот, поэтому, если у наших гостей есть кто-то, кто хотел бы задать свой вопрос или какой-то комментарий по поводу наблюдения, у нас сейчас как раз есть такая возможность. А, поэтому, Екатерина, да, пожалуйста, Екатерина. Я уже сам упомянул, да. Спасибо, раз меня упомянули, слышно меня? Так, Екатерина, добрый день, все слышно. Да, добрый день. Ну, вот у меня есть бельгийский и российский паспорт, поэтому спрошу для своих друзей-белорусов, которые проживают тоже так же, как я, в Брюсселе и за границей. Вообще, нужно ли голосовать в посольствах, и есть ли возможность защитить свой голос? Вот. Спасибо. Да, хороший вопрос. Что компонент наблюдения? Давайте, если можно, я отвечу. Мы работаем просто... Мы работаем с командами в основном молодых людей, которые сами организовываются и хотят наблюдать в посольствах. Я участвовал в нескольких таких дискуссиях этих людей, которые собираются организовывать. Конечно, голосовать нужно. И, безусловно, голосовать нужно 9 августа, хотя там тоже и досрочное голосование. И многие коллеги за рубежом, в разных странах, в Белегии, кстати, точно, собираются организовывать exit poll. И, в отличие от Беларуси, он возможен там, потому что там не будет прибегать с визгом полиции, всех там собирать. На выходе участок уже не денежат законы Беларуси, а там денежат законы Бельгии. И тому это абсолютно бесшкодно и корыстно. Один только то, что проблема, что так само это связано с коронавирусом, что в основном голосовать будут люди, которые стали проживать за межой, но не сгубили беларусское грамадянство. И это не будет великой колькости туристов, уже не будут приезжать техники в Вильню и идти голосовать в беларускую амбасаду. И с чем это текало? То есть, что вынеки голосования по участках за межой ЦВК обвещая самым першим. Это так само вельми важно, как много людей пришло, потому что вельми часто в краинах европейских Лукашенко проигрывает, и они это признают. Это, конечно, кропля в море, но это так само вельми важная тенденция. Вельми важно, как прихильники пирамена так само перемагали и замежойся от нашей ДАС. Тому, конечно, треба исти голосовать. И долучайтеся до коллегов, які робят назиранье у амбасады. Про нам всех. Затполы можно нажмить с любым пашпортом. Да, ось про гэта назиранье. У нас я казал про гэту сетку чатиков, и там, когда ты трапляешь на высшей сужу сровень, там особенно есть назиранье за мяжой. И там, зараз я поглядзе около 200 человек у самым высшейшого сровня, и, в принципе, там по каждой краине, в каждой амбасаде так само. И у нас там загестровано было довольно шмат назиранников, и навыд были сябры комиссии, кто с долей зарегестроваться. Али потом там некую механику, и они применили, что с консульским учетом, я ось не занимался этим пытанием, а лень, что они нам заруйновали наши планы, и шмат хто трамвовывается, что больше не заявляется ни назиранником, ни сябром выборщей комиссии. Вот. Если там с консульским учетом, я просто не памятаю, о чем там был. Там справа не в консульском учете, а как у нас всегда просто беспардонная фальсификация. Там некоторые люди были с початку зарегистрованы назиральниками, ой, пробачьте, сябрами комиссии. Там требовало мало подписов собрать, когда в Беларуси 10, то там было 2, 3, 5 подписов требовало собрать, для того, как стать назиральником, ну, 3. 3 подписи собрать, как стать назиральником, ой, пробачьте, сябром комиссии. Некоторые становились сябрами комиссии, а потом в МИДИ, альбо ДЕНЬ, не ведомо на кем узровне, альбо на узровне ЦВК, вырышли это все подчистить. И их просто потом беспардонно очистили, обвинувающих это у тым, что это потребовали местовые урады краинов, обнижевать сколько сябрами комиссии, чтобы не стверать распавсюду коронавируса. Например, этот скандал был в Немеччине, и уже МЗС Германии обверг эту информацию, сказав, что мы никаким чинам не уплывали на белорусский бок в плане вызначения для их только основного склада выборчей комиссии, что это хлусня, черговая. но с консульской улик он тут имеет значение только для получения в комиссии, но он не был причиной обмавы, обмавляли потом задним числом. Ну, может быть. Да, я тут Бачу пытание от Даши Слабшенко. Перед гэтом, певно, хотя бы узгадать свой цикавый досвид, бо у 2015 годзе так апанулось, что я аккурат в день выборов я был у Празе, и так раптовно вырошу проголосовать в амбасаде, займеть таки досвид цикавый. И тогда была, конечно, такая, была важна, потому что комиссия, ну, это все коллеги по участку, вот, как видим, зябросская атмосфера, где-то, срешня комиссии меня там на мой телефон фотографовала на участку, давайте покрасивее заробить фотосдымок, конечно, такая атмосфера, яку в Беларуси на участках не особливо можно побачить. Я вось тадо драчи, зараз узгадали про техники у Вильнюс, я узгадал в 2015 годзе, что фактично, ну, по кольке я докладно не был консульскому лику, а просто был у празе, то фактично, конечно, нияк не правяралась, а ці не проголосовала я дага дага терминова у Беларуси, и гипотактично нияк каруселей по амбасадах не были выключены, разумею, дага тут не выключены, ну, таки, кроме того, что гэта занадто дорого их организовывать, хотя фактично было русское законодавство гэтым каруселем нияк не суперечить, и уже там на тягнику в Вильню и проголосовать двое, что дагладно нияк ата законодавство не обыходясь, будь я такога и не робил, але вася шэсенціка на такий момент, и, так, пытання от Даргі, так? Так, правітання усім, кого веду и не веду, влаць за влаць задавання не выпила піва, дякую великі за дапамогу и увагу до Беларусу, які замяжо, и Татьяне так сама великі дякую за добрые слова, ў наш адрес, ў гэтым годзе, саправады, актывнаць людзей беларусу зубежу просто ніяк неверагодна, я не ў беларусан, я не чыкала тут за пяць год, я столькі беларусов тут ніколі не бачыла, калі Катярына хоч піздайць цікаго гостю Бельгі я змагу, нам шэссавала, ў нас зарегістравалі три назяральнікі, і яны ідуць пад... і таму мы спадзеєвся, што яны будуть назяраць цалкам. Нажаль, мы страцілі, ну, гэта я не даглядела, махчымыць адправіць замяжнія СМІ, ну, мяццовую СМІ назяраць, але ім патрэбна така шо трэдатацца, як любым замяжнім СМІ, двадцать дзен. Калі я гэтым пытанім занялась, ўже ясно, што за двадцать дзен, ну, ўже часу мала. У мене пытані... А, я щас таго, што мы думаем зарабіць, апрочны зяранні и экзит полаў, калі хопіць чалавячаго ресурсах, гэта такі перфомэнс аля выбары здоровага чалавека, табы поставяць альтернатывную комісію з празрыстай скрыній, і людзі змогыць другі раз, якбы, прагаласаваць, і пасля мы робім празрысты падлік. Гэта все, ну, чисто на камеру паказаць, якія выбары хацелі б мець беларусы. Някалькі країнам прынам сізбіраець зарабіць. Мэне було два пытані. Адну махчыма даўладзе на комісі зяранні, каў ці будзе... Ці будзе такая форма международного назярання, калі праўжаюць асобны перламентары, я так разумею, іх звучайно запрашай наша палатка, і гэта вельмі часта ёврапейцца, які маюць некі бізнес-интарэсы за рэжымам. Я меркую, што можа наваць неглядзе чына кавіць нехта прыедзеў в Беларусь, аля ці махчыма таким чынам некіх адэкватных людзей запрашаць, хаця б ось для такога психалагічнага назяранні. Мы так сама, кажучи про психалагічні рэчы, спрабуем працаваць з комісіамі, адносілі ім ліст, шмат якісь просьба лічыць воласы, правўна. Амбасады вельмі блытуюць, в розных країнах розны праправањя вылучаюць, я думаю, што намарта будзе зробіць пасля колективну скаргу, пра тое, што амбасады не інформаваліць вельчасова і заразумела пра працадуру. Так, гэта рэмарка, пытаўні була пра гэта назяранні, і ашчэ пытаўні да уладзі Сташкевича. Махчыбар, ма калісті бачыліць на назяранніх АБСЕ, бу вельмі знайомы тварь. Пытаўні на выпадак, ну і можа быць пытаўні дастатніх, на выпадак, калі, напрыклад, Светлану Цихановскую здымаюць з выбараў, і так така, ма ідзем і галасуем і падтверджаем свой выбар, ну, ўжу не будзе тако ясный, ці разглядалі бы вар'янт з вынасам альбо с апсаваннім бюлютэняў, аму ў гэтам выпадку даказаць галасы будзе нават прастей, але на платформі Голас я не бачыла опцы вынас бюлютэня, там ёсць толькі сапсаваць, але гэта дзвя розны рэчы, таму што сапсаванны бюлютэні лічыцца як сапсаванны, а вынесены гэта просто атрымлівацца розніца, калі ты формулу лічыш, ну, якбы скарыстаны, не скарыстаны, сапсаванны, і калі ёсць розніца, то гэта ёсць вынесены, табак вынесены бюлютэнь неровны сапсаванаму. Я писала на чатах Голаса, каб ядны зарабылі гэта особны функція. Просто маё пытанніцца разглядаецца такі вар'янт ў выпадку нерэгістрацыя Светланы, альбо калі аштатні кандидаты здыныцца, ну, ў нашых варунках ёсць ціма нічога не можна выключаць, ця ёсць альтернатывная процэдура. Ну, пакуль няма, але калі шта нябыць такоя здарыцца, то вельмі худка будзе прымацца такі рэшэнні. А шта касаецца выносы бюлютэнь няулаць, можеш пакамэнцэрваць? Я сапе пазначу, гэты момент мы маркуем, я скажу камандзі, хто займаецца голосам, прапаную гэты вар'янт дадаць. Я тады адкажу на першы пытання. По-перше, Даш, не пераймайся. Нам, коли ты занялась час журналистами и отправлением их в Беларусь, МИД просто не аккредитовый. Спасылается на то, что у нас коронавирус, и мы не можем собрать комиссию по аккредитации. Тому рано чи поздно всё ровно их не аккредитовую. Их такая ж тафка, як СБСЕ. Журналистов максимально отсекать. На кон запрашение. Так, их запрашаю палаткой. Тут, конечно, возникает куча политичных пытаний. Но это, как по запрашению в палатке, это, конечно, тяжко. Пера больше направлено, но это, как в Крым поехать. Тому для жмак каких таких политичных субъектов это непрымально. И плюс дага-тага, есть же солидарная позиция международной супвольности, Европейского союза, во-первых, в шаргу, что раз вы не запросили миссию ОБСЕ, то мы лично то, что международное назирание вы там сорвали. И тому наши улады будут запрашать. Но это, в основном, такие разные экзотичные депутаты, близкие по духу. Например, там на минулых выборах были представники партии «Альтернатива для Германии», которые приезжали в Беларусь. Потому что это часто такие друзья России, друзья, и заодно факультативно друзья Беларуси. Поэтому с большего это люди такие достатково. Но это не назирание. Они приезжают так само твердым голосом сказать, что выборы были честные, справедливые, и организация была очень хорошая. А работать это по-иншему... Мы же никогда не были в этой ситуации. Это значительно важнее уже, легче тогда просто усмотреть миссии такие классичные. Потому что есть не только миссии АБСЕ, еще есть миссия парламентской ассамблеи Рады Европы. Там у нее в разной максимальности. Но это для кампании мирного часа, когда международное назирание не отсекается. Да, сравнение с кампанией мирного времени, это, конечно, хорошо звучит. Ты уже несколько раз такое встречал. Да, прямо военное время не впечатляюще. Олесь? Я только одно хочу высказать. Знаете, большой все-таки впервые, вот у меня какая-то гордость, что белорусы проснулись вокруг выбора. Вот тоже можно сказать, что, знаете, столько людей ко мне научили обращаться в Польше, что хотят наблюдать в Литве. У меня такое вот ощущение, что скоро уже на нас есть надо какой-то проводить. Белорусу за межей выпросовывать какие-то деньги. Вот это было вельми-вельми важко. Так что я вам вельми в это удячный. Иногда многие запытывают, чем мы можем это помочь. Ну, первое, дякую, что вы есть. Дякую, что вы не забываете, что есть еще родима. Дякую, что вы удельничаете. Я вам хочу сказать, после девятого, я верю Александру Григорьевичу, он говорит, только все начинается. Вот, имею просьбу к вам, вы должны понимать, после девятого, но это уже не связано с наблюдением, только все начнется. А пока я хочу выставить вам очень большое благодарность тем, что вы занимаетесь. Вот это очень важно. Спасибо. Татьяна. Секундочку. У меня, знаете, вот в связи с этим вопрос такой, раз у нас дискуссия заканчивается, я так понимаю, да? Ну, у нас пересекает в часть, в том числе, свободного общения, вопросов до комментариев, в том числе, вопросы спикеров друг друга. Да, я хочу задать вопрос и, ну, тогда попрощаться, потому что надо бежать. Значит, у меня вопрос такой. Вот я знаю, что в прошлой кампании, я не помню, то ли, скорее всего, в местные выборы, да, а может быть, или в парламентской, сейчас не вспомню точно. Я знаю, что, ну, были такие ситуации, когда на наблюдателей, да, очень сильно наезжали во время наблюдений, или там, скажем, выгоняли, или были такие претенденты, когда члены комиссии отказывались, допустим, подписываться, да, подписывать протокол, я не помню, где это было, по-моему, в Сунске, по-моему, их преследовали. В общем, как, может быть, надо им тоже предложить какую-то помощь и поддержку, какую-то консультацию или отдельно месседж. В общем, как мы будем с этим справляться? Ведь все-таки мы надеемся на то, что часть людей, вот, как сказал Олесь, да, что вот, ну, воспряли, проснулись. Может быть, еще и во время подсчета голосов найдутся смелые люди, которые скажут, мы не будем подписывать этот протокол, да, или, ну, вот, наблюдатели из числа, там, доверенных лиц будут преследоваться или как-то там, да, как мы будем оказывать вот эту солидарную поддержку, что можем предложить? Хороший вопрос всегда про солидарность и поддержку, это то, что важно, это еще, мне кажется, кстати, да, часто не хватает в белорусской политике, когда после дня выборов оказывается, что многим поддержка нужна, но не всегда с этим все идеально. Да, хороший вопрос всем, кто в компании выборов, а как вы уже думали, что вы, в принципе, в том числе, исходя, да, из прошлого опыта и про оборону за свободные выборы, и право выбора, отходя из этого прошлого опыта, как вы уже, наверное, может быть, как вы раньше уже помогали своим наблюдателям после выборов, там, и, не знаю, экономически, и морально, и как, предполагаете, будет дело в этот раз? Ну, я прогнозую, что репрессии дошения донатеральника будут значительно больше и значительно больше брутальнее. Коли в минулый раз на берландских выборах мы только несколько бачили инцидентов, которые скончались с затриманьями, не кажучи про выгоняние. Выгнание — это будет зараз такая лайтовая штука. Выгнали — и хорошо. В плане того, что это не будет тягнуть в неких великих наступствах. Я прогнозую, что будут и иншие в выпадке прямых, но просто репрессии. Ну, весне и БХК, основным частком кампании нашего незалежного назирания нам простей, потому что гоназа — это не профильная деятельность назирания за выборами и не основная. Мы правооборонные организации денежим весь час. Поэтому все ведают, и у Лады, и в принципе, и у Беларуси, о том, что и весна, и БХК, и другие наши партнеры правооборотцы мы займаемся допомогой и будем ее оказывать в меру своих мощностей. Мы смогли оказать допомогу в 2010 году. Я думаю, что мы готовы зараз на порядок к большему узровню тиска. Розной допомоги и, скажем, в первую очередь юридичной и в первую очередь моральной, информационной. В принципе, все и за все будем работать. Мы это сегодня обмерковывали с коллегами из права выбора и с честными людьми. Мы будем вести мониторинг всех назиральников, которые потерпят. И они, конечно, будут в той же меры, как и удельники мерных протестов, которые будут подниманы. Ну да, я про техну, коли можно... В принципе, вот эта инфраструктура, которую мы створили у частных людях, я уже рассказал. Там есть один такой особенный часток, это подушка безопасности, так званая пир-ту-пир-донейшн-платформа, скорая взаимопомощь, как она у нас называется, где каждый человек, который потерпел в вынике своих политических активностей, может оттриматься допомогу просто от другого человека. То есть мы там не з'являемся, нам не требует некий банк-посредник, то есть там тримовывается рахунок человека, и другие люди ему переводят гроши, а платформа это требует. То есть это мы створили, как раз на випадок подтримки того, кто захочет лечить голос и честно, кто про это может сгубить працу, и в тем блику, как компенсовать штрафы, какие могут быть в вынику административных арештов и административных справ. Вот. Я просто одно хочу добавить. Знаете, вот в последнее время все-таки очень сильно активизировались наезды уже даже на руководство компании про выбор. Я уже не буду там более как-то рассказывать, но это уже начинает ощущаться, что руководство, есть там проблемы. Что я могу сказать? Знаете, вот мне очень все-таки важно, чтобы мы все белорусы, где бы мы ни находились, в Слуцке, в Могилеве, в Борюсселе, вот эта система солидарной помощи Беларуси, когда я могу перевести там 3-5 рублей вот поддержать белорусу, ну вот за эти вещи это будет, наверное, более важнее. Это даже какой-то элемент как-то, ну, определенной поддержки. Это раз. И второе, знаете, вот эта наша солидарность, вот меня до сих пор, вот я считаю, что может быть вот успехом вот всей этой компании. Это вот я вспоминаю тот лицкого врача, который мы за, по-моему, сколько там, за несколько дней собрали на 2 года, понимаете? Вот мы наконец-то должны понимать проблема белоруса, что мы сами должны решить вот эти проблемы. Вот я хочу сказать, что вот мы, наверное, вот для меня, я лично думаю, что 20-й год, как сказал Чалы, что каждый из нас потом будет спрашивать, а что ты делал в 20-20 год, потому что вот это процесс просыпания. И я вот одно, знаете, честно хочу сказать, я боюсь. Я боюсь, что после 11 августа, чтобы мы не получили 2010-2012 год. Я помню этот период, когда мы получили массовую миграцию, когда мы получили, что гражданское общество, по-моему, ушло в какое-то не то, что подполье, когда мы потеряли много на самом деле политических это лидеров, не то, что в смысле, а просто люди отошли. Вот мое личное мнение, если мы после 2010-го года останемся в таком подъеме, как на марше, то вот это будет самый большой успех этой компании. Но это, наверное, моя мечта. I have dream. Я сказал про взаимодопомогу Грашима, или у нас там так само есть какая механика пропоновать працу тому, кто сгубил працу, и пропоновать научение тому, кто хочет переквалификоваться. Например, там наставники могли бы там заиметь какую-нибудь другую профессию. У нас довольно шматные основные колькость людей, которые пропонуют допомогу с нарушением. Это айтишники, там, вельми шмат, кто может переквалификовать допомогу переквалификации у тестировщиков. Потому что это такая, так само, мостная подушка безопасности. Да, всегда вдохновляет, с одной стороны, когда все готовы к разной солидарности, а, с другой стороны, всегда печально, когда мы приближаемся к выборам и уже заранее будете думать о том, как солидаризироваться, как-то потом будет плохо после того, чтобы верить, что будет хорошо. Ну, понятно, такая реальность. Есть ли у кого-то вопрос? Владимир, это же объективно. Это же объективно. Посмотри, что происходит. Я, конечно же, прекрасно понимаю. Коллеги, я хочу сказать, что, друзья, я рада вас всех видеть. Я сейчас попрощаюсь с вами. У нас еще есть 10 дней для того, чтобы, не знаю, сделать еще шаг вперед, наверное, и вот к тем мечтам, про которые Олеся говорила. Я мечтаю, чтобы как можно больше людей внутри системы все-таки попытались посчитать правильно, а для этого им нужно, чтобы большинство людей пришло на выигрательные участки и показало, что им не все равно. То есть вот я даже, вот я же по регионам разговаривала с представителями комиссии, говорю, ну что вам надо, чтобы вы посчитали правильно, не так, как вам скажут. Он говорит, надо, чтобы все пришли. Надо, чтобы все пришли, чтобы показали, что всем не все равно. Поэтому получается, что всем нам надо сделать шаг вперед к гражданам, которые не голосовали, пойти проголосовать, гражданам, которые голосуют и знают, пойти там в день выборов проголосовать, да, наблюдателям прийти и постоять в очереди за наблюдением и доверенным лицам. В общем, мобилизация этих десять дней. И я всем желаю бодрого настроения, вот ощущения солидарности, удачи нам всем во всем. Большое спасибо всем. Спасибо за участие Татьяна. Всегда рады видеть в экспертных клубах. На самом деле, есть ли у нас еще у кого-то комментарии или вопросы? Потому что, мне кажется, в принципе, мы сегодня с большего уже обсудили практически все возможные направления, по крайней мере, как мне кажется. Я лично получил большое удовольствие от нашей дискуссии. Ну, вообще не под запись могу, как бы... Ну что, есть ли у нас еще вопросы или комментарии от кого-то? Если нет, тогда, я думаю, мы можем потихоньку завершаться. Спасибо всем за участие. Спасибо, что сегодня обсудили очень подробно мы эту тему. Я думаю, если кратко по анонсам, я по крайней мере надеюсь, что еще до дня, что до дня, снова до дня голосования, то есть еще на следующей неделе, я надеюсь, что мы все-таки еще получится провести еще один экспертно-аналитический клуб до выборов. Ну, будем смотреть по ситуации, вот, по тематике, я думаю, тоже будет видно ближе к дню голосования, что там будет происходить. Ну, и я тоже, раз уж на сегодня такой стиль заявлять, I have a dream, у меня есть мечта, что все мы будем, так сказать, в полной возможности по физическим и техническим причинам будем в возможности собраться на площадке экспертно-аналитического клуба после выборов, уж посмотрим, как скоро, и подвести итоги этой кампании вместе и подумать над тем, как что будет происходить дальше. Поэтому, спасибо всем за участие и до новых встреч!